Всем здрасте-мордасте! Я думаю, вы уже успели соскучиться, меня зовут Манка, и 7 сентября в Адопт.Ми вышло обновление, где добавили очень милых питомцев, а именно енотика, который стоит 600 баксов, и по-моему это бурундук, если я не ошибаюсь, за 1300 баксов, и кроме них еще какой-то новый вид транспорта, который стоит аж 800 рубаксов, ну ребят, ну вы куда, что за разгон? И, как вы понимаете, сегодня я сделаю неон енотика, и пойдем посмотрим на него трейды. Если что, это видео снималось ночью 7 сентября, то есть в этот же день после выхода обновления. И хочу вам напомнить про мой телеграмчик, там очень интересно, я частенько с вами общаюсь, новости все мои последние там выходят. Хочешь себе питомца в Адопт.Ми, но у тебя нет денег? Тогда быстрее переходи на starpets.gg, ведь для новых пользователей доступен мой промокод, по которому вы сможете получить бесплатного питомца. Но поспеши, он действует только до 30 сентября. На самом сайте StarPets ты всегда сможешь найти пэтов по самым лучшим ценам. Все сделки проходят только через ботов, поэтому безопасность сайта гарантирована. А пополнение и вывод средств доступны для жителей всех стран. В любой валюте, в том числе, ваш баланс можно вывести в робоксы. Переходи на сайт starpets.gg по моей ссылке в закрепленном комментарии и в описании. И не забудь воспользоваться промокодом. Покупай, продавай и обменивай питомцев только на самом лучшем маркетплейсе по робоксу starpets.gg. Давно я, однако, не делала никаких неоновых питомцев, но почему-то енотика захотела сделать. И вот я ставлю последнего. Интересно, каким он цветом будет светиться, как он вообще будет выглядеть. Давай, беги уже ко мне, быстрей. А где? Вот он появился, обалдеть! Вы просто посмотрите, какой он красивый. У меня, кстати, задание выполнилось. Какой же он милый, красивый, яркий. Мне кажется, давненько уже не было питомцев, которые светятся фиолетовым, и их вообще не так уж и много в игре. Ну это просто очень красиво. Мне кажется, что в меге он будет выглядеть, но нереально. Может, кому-то будет интересно посмотреть на его трюки. Если кому-то неинтересно, то пролистывайте на вот столько. Напишите в комментариях, стоит ли вставлять трюки в видео. Конечно же, первая команда, самая базовая, это сидеть вот так вот тут сидеть. Он прям на котика очень похож. Следующая команда, joyful. Он просто мило прыгает. Следующая команда, просить. О, кстати, похоже на то, что как будто он что-то полоскает. Ну, енот-полоску. Теперь у нас идут прыжочки. Трюк номер первый. Вау-вау. Смотрите, какие светухи крутит. И трюк номер второй. Что ж, а теперь давайте пойдем посмотрим на него трейды. Вау, только посмотрите. Это только первый трейд. И нам уже предлагает неон флайрайт ультраредкого питомца, который уже не в игре. Но этот человек сказал, что имеет второй вариант предложения. И это флайрайт зелька. Просто вау. За неон онкомоновского питомца, которого можно купить за 600 баксов и очень быстро прокачать. Это очень классное предложение. Следующий человек предлагает неон золотую рыбку, которую также можно купить за баксы. Но качается она уже посложнее и стоит она дороже. И еще каких-то питомцев, кстати, среди них. Паниель, который ценится на легендарку. Поэтому это тоже достаточно классное предложение. На него тоже можно смело соглашаться. Ой, а насчет этого предложения я еще-то не знаю. Нам предлагают 6 енотов, а также каких-то питомцев. Но тут, наверное, ценнее всего вот эта коляска, которая довольно-таки олд. И я даже не знаю, что за нее могут предложить коллекционеры. Может, даже райдельку. Но, как вы видели, трейды прилетают и намного получше. Воу, воу, это куда, это куда? Согласился на первый трейд? Чего? Да нет, человек по-любому рофлит, потому что мега-пэта за неон, это, ну, невозможно. Тем более за анкамонку. И спустя время я оказалась права. Очередное довольно интересное предложение. Нам дают две хорошие леги, а также неплохую неоночку. Это довольно классный трейд. Вау, еще... А куда? Нет! Та неонка была намного лучше, чем муравей. Хотя даже так трейд выглядит неплохо. Вот такое предложение прилетало мне. Здесь опасное яйцо, которое уже олд. И оно начнет скоро набирать потихоньку свою ценность. Ну ладно, не совсем скоро. А также райд легендарный металлокс. Хотя он не ценится. Очередной неоновый ультраредкий питомец. Тоже очень классное предложение. Но пингвин был лучше. Да, мне очень частенько предлагали по одному неоновому питомцу. Ну, не только одному. Вот это предложение прикольное. Здесь целых четыре легендарных машины. Некоторые из них даже олд. Легендарный единорожка. Но нам предлагали трейды получше. Вот это, наверное, тоже один из самых лучших трейдов, которые мне предлагали сегодня. Австралийское яйцо очень хорошо ценится. Его можно обменять на флайзельку. А также нам добавили две хорошие легендарки. И одну плохую легендарку. Тут тоже можно было просто смело соглашаться. Трейд просто прекрасный. Девочка написала то, что попробует мне предложить. И предлагает неоновую райд Шибаину. Также очень классное предложение. Потому что это ультраредкий неоновый райд питомец. Ну и, конечно же, самое сладкое наконец. На секунду я даже поверила и была в шоке. Но мы с вами так и не узнаем, реально это был трейд или нет. Потому что у человека вылетело. Вот вам очередное интересное предложение. Вот это был бы классный трейд. Но девочка потом убрала пряничного оленя. А потом и вовсе отклонила трейд. Что ж, видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. А еще я надеюсь, что я вам чем-то, может быть, помогла. Или подняла настроение. Спасибо большое за просмотр. И пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok